всем привет дорогие друзья и снова с вами magic money я потихоньку прихожу в себя решил снимать видосы я буду это говорить постоянно почему чтобы вы понимали вообще смысл этого видео я понял что youtube канал это единственный мой источник дохода на сегодняшний день поэтому я снимаю то что я наблюдаю но без военного военной аналитики и тому подобное то есть без сводок без наступлений и так далее вот как у меня сейчас есть силы грубо говоря мысли моральные что-то вообще сказать я начинаю снимать видео и говорить об этом поэтому поддержите лайками комментариями чтобы видео подымалась тренды чтобы как можно больше его посмотрела людей а в этом видео я хочу вам рассказать об еще очень важной инвестиции что дорогие друзья я сегодня лазил по району в центре в центре по району своему где я живу в одессе инвестиционные серебряные золотые монеты хрен кому сдашь никому они здесь не нужны соответственно я могу утверждать что с точки зрения инвестиции в серебро это можно рассматривать только в мирное время или во время когда происходит опять же в мирное не военное время когда происходит гиперинфляция поэтому дорогие друзья насчет инвестиций в монеты слишком не разгоняйтесь используйте данные монеты только в коллекционных целях больше они ни на что особо не способны потому что сейчас курс металла вырос курс доллара вырос соответственно цена реально инвестиционные монеты выросла просто до небес однако нахер никому они не нужны некуда сдать ломбарды закрыты я не нашел вот такая история и вот у тебя будет 10 килограмм инвестиционных серебряных монет однако их некуда тупо сдать плюс национальный банк украины закрыл свое отделение хотя вы знаете есть один банк есть один банк в одессе где можно сдать инвестиционные монеты но я помню еще когда я помню как-то на канале я снимал уже видос где бегал и спрашивал почем они могут принять я даже снимал об этом по моему видео что там был еще ниже курс приема покупки чем у национального банка украины то есть на нбу покупает по цене серебра а тот банк еще ниже даже немного покупал соответственно почем сейчас этот банк купит даже боюсь представить то есть тупо сдать кусок металла это будет гипер потеря вот такая вот интересная история связанная с инвестиционными монетами из серебра и золота дорогие друзья это тупо коллекционный экземпляр не более того либо в мирное время возможно возможный способ заработка но когда происходит вот такой триндец то ваш металл превращается в ничто да если у вас есть возможность выбраться за границу взять эти монеты с собой то там бы шоколадно себя будете чувствовать то есть в принципе с точки зрения диверсификации рисков например вы имеете доллар и евро там национальную валюту еще какие-то может быть другие валюты и инвестиционные монеты из серебра золота и вы покинули территорию военных действий то есть допустим у тебя из украины успел там выехать хотя бы даже в ту же молдавию то я бы смог там теоретически где-то найти через кого знакомых туда-сюда как-то их раскидать и можно было бы в принципе неплохо там себя грубо говоря прочувствовать при условии сего сейчас как раз серебро подымается и там стоимость на эти монеты растет и плюс у вас еще современные они представляют у себя какую-то коллекционную стоимость из-за маленького тиража или супер красивого дизайна туда можно продать такую монету дороже но если вы живете в военное время и у вас есть эти монеты они нахер никому не нужны вот такая вот история единственное они могут понадобиться если не дай бог там что-то с вами произойдет какой-то трэш и вообще хоть как-то там не знаю типа вот как драгоценность вот что у меня есть я могу по вам предложить только не трогайте меня вот так может быть получится как-то от кого-то там откупится если вдруг что-то не дай бог это не факт то есть точки зрения каких-то блин а именно способов заработка нифига не получается дорогие друзья инвестиционные монеты в военное время никому не нужный кусок металла кусок говна валяется на асфальте никому не нужный понятно вот это вы должны знать соответственно если вы инвестируете в сонные монеты наблюдайте за кризисной ситуации вашей стране если вы успеваете продать все нахер перед тем как все начнется то вы красавчик если вы не успеваете продать то сделайте так как сделал я просто это все заворачивается заворачивается много-много пленки и прячется там где никто никогда в жизни не найдет кроме вас и еще кого-нибудь кто будет знать об этом месте все идет она ныкается у черту на куличках только так по-другому никак либо же вывести за границу если я же говорю у вас есть возможность вот это что касается инвестиционных монет поэтому видео называется инвестиционные монеты дерьмо во время войны вот так вот ни хрена вы с ними не сделаете не получится у вас заработать даже будет если двести пятьдесят долларов унция серебра никому вы не сможете это продать если только по блату через каких-то знакомых у кого реально пачки денег и он все равно у вас купит дешевле чем реальный рынок потому что вам лишь бы что-то пожрать и грубо говоря да условно то вот так можно порешать вот такая вот необычная история не лучше иметь золотых пару инвестиционных монет чем реально гору серебра гора серебра весит просто дохера с ней ты никуда не убежишь никак ты не побегаешь за границу хер ты проедешь с такой кучей металла потому что тебя сразу просто этот чемодан твой заберут и скажут приехал а типа хлопцы а дэ тут остонивка зупынка там за углом а ты маскалык уже приехал знаете этот анекдот вот такая же херня у вас будет на таможне с этим чемоданом металла если вы повезете за границу целую кучу инвестиционных монет вот такая вот история поэтому инвестировать дорогие друзья в металл без фанатизма по одной в коллекцию и все нахер это надо но если это при условии если у вас реально приближается какие-то военные движухи вот сейчас в украине у нас жопа война реально падают бомбы умирает куча людей полный трэш вообще я просто в шоке а в других странах допустим нет час войны например возьмем россию там сейчас не сладко да у них нет войны не падают бомбы но я думаю там только веселье начинается и вот куда они будут девать свои инвестиционные монетки интересно даже в мирное время да может у кого будут денег ради коллекции по одной себе и будут брать в коллекцию однако по какой цене еще вопрос это тоже очень серьезный вопрос так что дорогие друзья натворили делов нашей политики это уже невозможно забыть это незабываемая и эту историю мы просматриваем сейчас как она есть мы ее видим мы ее наблюдаем разбомбили нашу мрию по непонятной причине до сих пор для меня блин кому она мешала самый большой самолет в мире вот в этом альбоме осталась эта фотография мне это очень нравится что есть здесь эта фотография это наша память наша гордость у кого есть этот альбом я думаю сейчас он очень доволен что у него есть этот альбом если у вас нет этого альбома то я даже не представляю когда он новый такой появится потому что делались эти альбомы санкт-петербурге дорогие друзья и когда я туда попаду в следующий раз неизвестно мне писали ты же ездил в россию и шо и шо шо я ездил в россию я шо там восклавлял власть это что ли или что я не понял я ездил туда по делу я делал там для нас то что у нас стоило в пять раз дороже поэтому я туда ездил если кому непонятно вот ну если вам непонятно кого хера туда ездил я вам сейчас это сказал я ездил делать альбомы для нас потому что там это было дешевле не более того и вот результат у нас осталась хоть такая но память и альбома больше этих нет когда я туда попаду неизвестно и попаду ли я туда вообще тоже неизвестно все у кого есть эти альбомы вам очень крупно повезло у вас есть замечательная память у меня есть замечательная память мы будем помнить эту историю мы ее сейчас проживаем это страшно это неприятно ну как есть я вы даже сами наверное видите как я говорю я говорю какой-то наркоман потому что реально мозги уже плывут от того что происходит и вот еще что в этом альбоме есть вот наш корабль вроде бы его тоже уже нет по вода или нет если его тоже нет это просто капец напишите в комментариях ведьман согайдачный наш военный флагман вот вот понимаете в чем гордость этого альбома обалдеть можно я в шоке я просто в шоке вот наши трамваи здесь нарисованы здесь даже описаны они обалдеть а вот наши поезда этих поездов всего два я надеюсь они останутся блин потому что это будет уже вообще просто кощунство нахер я просто вообще это не забыть прям это просто не у меня столько слов но я не могу их говорить вы можете в комментариях писать вы понимаете что я говорю да мой посыл а вы можете писать в комментариях то что вы об этом всем думаете что мне надо зарабатывать деньги на ю тубе это единственный способ при помощи которого я могу хоть каких-то денег получить когда-нибудь если удастся вообще-то еще потому что это тоже еще вопрос а будет ли работать этот банк на который придут эти деньги а смогу ли я снять эти деньги просто жесть безнал не везде работает карточку обналичить и получается подписывайтесь дорогие друзья на канал попробую еще как-нибудь поснимать видео если будет возможность ну думаю вам было уже даже этого интересно учитывая шесть дней я вообще не помню даже когда я снимал последний раз видео там можно посмотреть в принципе но это тоже такое было не похоже что это видео даже было я уже не знаю что это просто понимаете постоянно ты в какой-то панике думаешь куда бежать где прятаться где выжить как выжить скажу так очень помогает много разной недвижимости ваших родственников если есть всем по чуть-чуть раскидать ваши инвестиции и таким образом диверсифицировать риски на случае мародерства ограблений допустим не дай бог разнесет вашу хату то хотя бы часть у вас сохранится береги господь наши души и ваши души и чтобы украина была у нас независимая всем респект держимся всем удачи пока